Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Мы с вами изучаем все особенности английской грамматики для начинающих. Это то, чем пользуются все взрослые, дети, грамотные, неграмотные люди, которые говорят на английском, по крайней мере, они пытаются этим пользоваться. И мы, как желающие выучить английский язык на неплохом уровне, тоже должны знать эти правила. Сегодня в Unity номер 65 по грамматике Essential Grammar in Use самая важная английская грамматика, автор которой Реймонд Мерфи. Мы с вами поговорим о неопределённом артикле «э» или «эн». Тема не то чтобы важная, она мега важная, потому что неопределённый артикль встречается практически в любом пласте информации на английском языке. И дабы подтвердить этот факт, я вам сразу хочу показать пример. Вот текст одного из уроков, который я недавно выпустила в разделе «Английские тексты среднего уровня» — текст про аватарки. Давайте мы проверим, сколько артиклей содержится в этом тексте. Конечно, я не буду вручную считать. У меня есть специальный сайт, не мой, можете им тоже пользоваться. Он называется istio.com, где можно провести анализ текста. Сюда в окошко я ввожу этот текст, нажимаю кнопку «Анализ». Мне нужны результаты со стоп-словами. Стоп-слова — это те, которые не несут особой смысловой нагрузки, но на самом деле артикль несёт как раз-таки нагрузку, о которой мы будем говорить в этом уроке. И что мы видим? В тексте про аватар слово «аватар» встречается целых 10 раз. Но вот он, артикль «э», неопределённый артикль, вот он 4 раза нам попался. Также в этом тексте нам попался ещё и неопределённый артикль «эн» трижды. И также в этом тексте есть артикль «the», вот он, он 6 раз попадался. Значит, итого получаем 6 плюс 4 плюс 3. 13 раз нам попались артикли в этом тексте. Хотя текст, как вы видите, он небольшой. Он достаточно маленький, по-моему, в нём не более 15 предложений. Что же с большими текстами? Если мы проанализируем, например, «Jane Air», я думаю, что там будут тысячи раз попадаться артикли. Но сейчас мы этого делать не будем. А сейчас мы с вами разберём правила. Зачем нужны неопределённые артикли? Что это такое? Когда нужно «э», когда нужно «эн». Чем они отличаются? В каких случаях нужны? В общем, всё-всё самое важное, нужное. Приготовьтесь, материал полезный. Ушки открываем и учимся. Смотрим на картинки. Мужчина, у него есть фотоаппарат, мы об этом скажем. He's got a camera. У него фотоаппарат. Женщина стоит, ждёт такси. She's waiting for a taxi. Она ждёт такси. Девушка смотрит, наслаждается погодой, мы скажем об этом так. It's a beautiful day. Прекрасный день. Что у нас, в общем, во всех этих предложениях? Здесь есть артикль «э». Неопределённый артикль английского языка. A camera. A taxi. A beautiful day. A day. Артикль «э» относится не к слову «beautiful», а к слову «day». Первое, что мы должны запомнить, артикли появляются только перед существительными. То есть, слово, отвечающее на вопрос «кто» или «что». Это первое правило. Второе. Смотрим на эти слова ещё раз. A camera. Одна камера. A taxi. Одно такси. A day. Один день. Артикль «э», неопределённый артикль, он так и называется, ставится только перед словами в единственном числе. Если слово обозначает что-то больше двух, два, три, четыре миллион, то артикль «э» нам уже не нужен, он появляться не будет. Запомнили? Теперь давайте попробуем это систематизировать. Артикль «э» всегда обозначает что-то одно. Его можно заменить словом «один». Один предмет, один человек. Причём смысл он несёт такой. Это просто какой-то один из многих, ничем не выделяющийся объект или ничем не выделяющийся человек. По смыслу, если бы надо было каждый раз переводить «э», то мы бы в русском языке подставляли связку «что-то одно», «какой-то один». То есть, что-то ничем не выделяющийся одно из многих, один из категории данных объектов или предметов. Такой смысл несёт артикль «э». Почему так сложилось в английском языке, что он есть, я не знаю. Надо спросить у историков. Наша задача с вами – запомнить, когда же эти артикли появляются. Кстати, сразу вам хочу подсказать прикольное упражнение для того, чтобы начать обращать внимание на артикли. Берёте любой текст, скажем, на страничку объёма и подчёркиваете в этом тексте каждый раз место, где вы видите артикль «э» или его вариант «э». Подчёркиваете и думаете, к чему он относится, зачем он тут стоит, какой смысл он несёт. А теперь давайте разбираться на примерах. Rachel работает в банке. То есть, она просто работает в каком-то банке. Банк один. Не в нескольких банках сразу она работает. И этот банк – это учреждение. Мы ничего не знаем об этом банке. Мы просто знаем, что она работает в таком месте, как банк – один из категории данных объектов, данных зданий. Поэтому нужно использовать «э» – «э» – «банк». Can I ask a question? Я могу задать вопрос. Нельзя говорить. Can I ask a question? Вопрос один. Я пока что не сказала, какой именно вопрос. К чему он относится? Я просто говорю, могу ли я задать предложение, которое относится к категории вопрос. И он будет один. A question. I haven't got a computer. У меня нет компьютера. То есть у меня нет такого объекта, как компьютер. Всё понятно. There is a woman at the bus stop. Стоит женщина на автобусной остановке. Мы просто смотрим на остановку, видим, там какая-то женщина. Просто одна из многих, да, нам абсолютно не знакома, она ничем никак не выделяется. Поэтому нужно говорить a woman. Надеюсь, эти примеры понятны. Идём дальше. В этом пункте мы с вами поговорим о неопределённом артикле n. По сути, a и n – это одно и то же. И каждый раз, напомню вам ещё раз, потому что это очень важно, вместо a или n мы можем подставить слово one. Один. Видите, n даже чем-то похоже на one. n, one, да, заканчивается на одну букву, одно маленькое коротенькое слово. То есть словом что-то общее между ними есть, да. Но артикль n появляется перед существительными, или давайте более глобально, перед словами, которые начинаются на гласную. Гласных в английском языке мало. a, e, i, o, u. Например, do you want an apple or a banana? Ты хочешь яблоко или банан? An apple – просто яблоко. A banana – просто банан. Заметьте, яблоко apple начинается на букву a, поэтому мы должны говорить не apple, а an apple. Вот такие вот э-э-эканьи, они никому не нужны, никому не нравятся, особенно англоговорящим людям. Артикль n, по сути, вот это n появляется для мелодичности. Например, такой же эффект есть во французском языке, где там какие-то согласные, чтобы мы не экали, да, чтобы разделить гласные, там в ряде случаев появляются связующие согласные. Вот в английском языке тот же самый эффект. An apple. Мы не говорим a apple, мы говорим an apple. Плавно, мягко, красиво. I'm going to buy a hat and an umbrella. Я хочу купить шляпу и зонтик. A hat – шляпа, an umbrella – зонтик. Мы не говорим a umbrella, мы говорим an umbrella. Видите, плавно, мягко и красиво. Нам не нужно здесь делать ненужную паузу, останавливаться. Просто добавляем n и все звучит красивенько и плавненько. A hat – х – это согласное, you – это гласное. Поэтому мы говорим an umbrella, но a hat. There was an interesting program on TV last night. Была интересная программа по телевидению прошлым вечером. An interesting program – интересная программа. Заметьте, здесь артикль an относится к группе слов, к существительному, перед которым идет прилагательное. Мы с вами знаем, что прилагательное в английском языке ставится перед существительным. Артикль переезжает на место перед прилагательным. Мы не говорим there was interesting a program. Это уже ошибка. Мы не разрываем связку interesting program, артикль как бы тактично подвигается, смещается так, чтобы не рвать смысловое объединение. И так как interesting начинается с буквы i, мы должны ставить артикль n, а не e. Нельзя говорить there was an interesting program. Говорим плавно. There was an interesting program. Видите, n как бы воспринимается частью данной связки. An interesting program – я нигде не останавливаюсь, я нигде не рву эту связку. Я говорю всё слитно, плавно, как будто это одно слово. Это особенность английского произношения. Но бывает у нас по поводу h такая ситуация, что иногда эта буква не читается, как в слове час, которая читается как ауа, хотя пишется хауа. Кстати, иногда, друзья мои, я слышала, что в речи произносят это слово как хауа, но это редкий вариант. По правилам h здесь не должно читаться. Поэтому нам нужно добавить артикль не e, а n. Хотя мы видим, что слово начинается на h. Мы добавляем артикль n, чтобы мы могли плавно сказать. Нельзя говорить n хауа, вот это вот уже некрасиво. И нельзя говорить a-a-ua, да? Мы должны сказать по правилам английской фонетики. A-na-ua – плавно и слитно. Или, например, другая ситуация. A university. Вроде как мы видим, что слово university начинается на гласную you. Но дело в том, что произносим мы это слово не a-ниверсити, а юниверсити. Й – это часть данного звука. Ю и Й в английском языке, так же, как и в русском – это согласный. Но мы знаем, что артикль n ставится только перед гласными, а артикль e ставится перед согласными. Поэтому мы говорим a-юниверсити. Нельзя говорить n-юниверсити. Так же, как нельзя говорить a-a-ua, да? Запоминаем. An-a-ua – a-юниверсити. То же самое касается слова european, европейский. European – ё – слышим вначале, поэтому ставим артикль e. A – European country – европейская страна. Отличие между a и n, по сути, является только в произношении. Мы должны мысленно в голове проговорить слово и выбрать правильный артикль. Есть в английском такое слово, как another, которое переводится как другой. Оно состоит из артикля n и слова other, которое переводится как другой. Мы должны ставить это слово перед каким-то предметом, который один и который другой. Например, can I have another cup of coffee? Я могу взять другую чашку кофе или ещё одну чашку кофе. Another – не только другой, но и как ещё один. Причём cup – чашка должна стоять, видите, в единственном числе. Когда появляется слово another, нам не надо ещё раз дублировать артикль. Не надо говорить can I have an another cup? И также мы не должны разрывать связку an other и говорить её двумя словами. Can I have an other cup? Another – полноценное слово. Кстати, мы с вами знаем, что есть в английском языке ряд слов, которые проглатывают артикль. Ну, может быть, об этом ещё будет в данном юнити. Ну, я вам сразу скажу, что местоимения, например, my, his, her, они проглатывают артикль. Артикль нам с ними ставить не нужно. Мы скажем my cup – моя чашка, мы не скажем a my cup, да? Но если местоимения нет, то с большой вероятностью, когда предмет один, у нас появится артикль a или an. По смыслу артикль a и an нам нужен тогда, когда мы говорим о том, чем является предмет или кем является человек. Например, the sun is a star. Солнце – это звезда. The sun – солнце, оно одно, единственное в своём роде здесь артикль them. Используем о нём, речь пойдёт в одном из следующих юнитов. A star – звезда. Звёзд много, да? Это такое огромное количество предметов под названием звёзды. И солнце – это просто одна из звёзд. It's a star. Мы можем сказать the sun is one of the stars. Это одна из звёзд. Но вот это один из – всё это в себя вмещает. Маленькое, коротенькое, лаконичное словечко. Э или чуть более длинный вариант – an. Football is a game. Футбол – это игра. Игр – великое множество. Футбол относится к категории игр. Football is a game. Заметьте, футбол мы посчитать не можем. Это неисчисляемое в английском языке, поэтому артикль тоже ставить не нужно. Dallas is a city in Texas. Dallas – это город в Техасе. В Техасе много городов. И Dallas – это один из городов. It's a city in Texas. В Техасе. Заметьте, артикль перед именами и названиями каких-то городов, географическими названиями, артикль Э нам ставить не нужно. Хоть Dallas один, но это имя, по сути. Перед именами мы артикль не ставим. A mouse is an animal. It's a small animal. Мышка – это животное. Это маленькое животное. Мы чуть больше о нём сказали, но всё равно это как бы общий вид, сборное понятие. Маленькое животное. A small animal. Joe is a very nice person. Joe – очень милый человек. A person – человек. A very nice person – очень милый человек. Не смотря на то, что слово person мы чуть-чуть конкретизировали и сказали very nice – очень милый. Всё равно это просто общая категория – милые люди. Джо – один из милых ребят. Joe is a very nice person. Также мы используем артикли Э и Эн, когда говорим о профессиях, о работе. What's your job? I'm a dentist. Какая у тебя работа? Я – донтист, я – стоматолог. I'm a dentist. A dentist – стоматолог. What does Mark do? He's an engineer. Что делает Mark? Он – инженер. An engineer. Инженер. Артикль N, потому что engineer начинается на гласную. Would you like to be a teacher? Ты бы хотела быть учителем? A teacher – учитель. Beethoven was a composer. Beethoven был композитором. A composer – композитор. Picasso was a famous painter. Пикассо. Пикассо. Пикассо, да. Был знаменитым художником. A painter – художник. A famous painter – знаменитый художник. Are you a student? Ты – студент. A student – студент. Тоже профессия. То есть, по сути, Э и Эн ставим, когда мы указываем род наших занятий, да, если его можно выразить существительным. Донтист, инженер, учитель, композитор, художник, студент. Ну что, друзья, мой разбор юнита подошел к концу. Напоминаю вам еще раз, что нужно обязательно сделать упражнение, о котором я сказала ранее. Возьмите парочку небольших текстов, проанализируйте их на наличие артиклей. Возьмите яркий маркер, зеленую ручку или красную, что хотите, и повыделяйте в кружочек себе все артикли, которые вам встретятся. Можете выделять не только неопределенный артикль ЭН, но можете брать артикль ЗЭ, который, в принципе, с большой вероятностью тоже будет в нем встречаться. Это будет вам подготовочка к юниту, где мы будем говорить об определенном артикле ДЭ, который есть в английском языке. Ну что, друзья мои, надеюсь, материал был вам полезен. Надеюсь, вы нашли для себя ответ на вопрос, что же это такое артикль, зачем он нужен, когда он нужен, чем отличается Э от Н. И я постаралась дать вам материал максимально понятно и подробно. Можете меня поблагодарить, нажать кнопочку «Мне нравится», написать в комментариях. Спасибо, Елена Викторовна, классный урок, нам все понравилось. Мне будет приятно это узнать. Также не забывайте, друзья мои, подписываться на мои группы в соцсетях, Facebook, контакты, я туда регулярно добавляю ссылочки на полезные юниты, на мои видеоматериалы. Если вы, скажем, что-то пропустили на канале, вы можете пролистать ленту и посмотреть, что я добавляла в ближайшее время в мои соцгруппы. Ну что, друзья мои, до встречи в следующих уроках. Goodbye. I'm going to buy a hat and an umbrella. There was an interesting programme on TV last night. An hour. Can I have another cup of tea? Section C The sun is a star. Football is a game. Dallas is a city in Texas. A mouse is an animal. It's a small animal. Joe is a very nice person. What's your job? I'm a dentist. What does Mark do? He's an engineer. Would you like to be a teacher? Beethoven was a composer. Picasso was a famous painter. Are you a student? Yes. He's a Tara恐ого. He's a small animal. He's a professional. Have you ever seen people come to bear? He's a architect.